Обновленное здание завода управления смогут увидеть тагильчане на 300-летие Нижнего Тагила. Такое заявление сделал Владислав Пинаев на Тагил-ТВ в программе «Неделя в Тагиле». Вопрос реконструкции исторического комплекса на Ленина-1 был озвучен еще на заседании правительства Свердловской области. При условии финансирования к работам можно будет приступить уже в 2020 году. Сегодня поставлена задача развивать другие сферы. Что другой сферы? Сфера развития туризма. Действительно, у нас есть что показать. У нас великолепный музей сам по себе и по содержанию. У нас великолепная архитектура того времени, которую надо действительно транслировать и показывать всем гостям Свердловской области нашего города. Но, к сожалению, много лет уже действительно все находилось в таком состоянии. А вы знаете, все находилось в федеральной собственности. Вели мы долго эту работу по передаче в муниципальную собственность. На сегодня объект передан, но ему не хватает той красоты и грации, которую бы притянуло действительно туриста. Мы сегодня говорим об инфраструктуре. Гостиницы у нас великолепные есть. Места, где можно было прогуляться и отдохнуть, у нас есть. У нас есть великолепные виды в городе. У нас развивается горнолыжный курорт «Гора Белая» с точки зрения спортивного. Мы заложили и реализуем в соответствии с поручением президента легкоатлетический манеж. Я говорил ранее о театре «Кукол». И вот окончательным украшением всего этого ансамбля города стало бы действительно культово-историческое место. Это наше заводоуправление Демидовых, которое действительно заслуживает большего, чем сейчас оно есть. В планах у администрации города восстановить уникальные постройки времен Демидовых. Также на заводоуправлении должна будет появиться художественная подсветка, а за его пределами – декоративный дворик. В обновлённом здании планируют разместить экспонаты, которые вынуждены храниться в фондах.